Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Те, кто продавал имущество, которым владел меньше срока, после которого не уплачивается налог. Также нужно сообщить о подарках не от близких родственников, а о выигрышах в лотерею. В налоговый рекомендуют для подачи декларации использовать личный кабинет на сайте ФНС. Кроме того, сформировать и направить декларацию можно в мобильном приложении Налоги.ФЛ. Программа Экономика. Помощь кировским экспортерам будут оказывать комплексно. Об этом рассказала руководитель Центра поддержки экспорта Кировской области Мария Зеленцова. Пандемия и связанные с ней ограничения заставили Центр переориентировать работу, внедрять новые формы предоставления помощи предпринимателям. С марта вступил в силу новый приказ Министерства экономического развития Российской Федерации, в рамках которого наши услуги немножко переформатировались. Конечно, перечень услуг остался тот же. Но теперь мы их оказываем комплексно. И у нас появились коробочные продукты, где часть услуг стали базовыми, а часть дополнительными. Можно привести пример такую услугу, как регистрация торговой марки. Раньше это у нас была отдельная услуга, отдельная заявка от предприятия. Теперь регистрацию торговой марки мы производим в рамках основной услуги, например, это участие на выставках, участие в бизнес-миссиях. После годового перерыва кировские бизнесмены, говорит Зеленцова, снова смогут принять участие в международных выставках. Центр готовится к июньским поездкам в Узбекистан, Белоруссию и Азербайджан. Также среди услуг Центра вывод на международной торговой площадке, поиск партнеров, сертификация, экспертиза контрактов, маркетинговые исследования и переводы. В 2021 году их число будет расширяться. Как считают в областном правительстве, это поможет еще большему числу кировских бизнесменов выйти на внешние рынки. А региону к 2024 году увеличить объем экспорта до 950 миллионов долларов. По итогам 2020 года он составил 825 миллионов, что на 20% больше, чем годом ранее. Экономика на 101 фм. В Кировской области нашли клад с тысячами монет. В лесу в Тужинском районе на контейнер с запечатанной крышкой наткнулся искатель металлолома. Он счел находку опасной и обратился в полицию. Внутри же оказались тысячи советских и российских монет разных номиналов. А также ножи, значки, бижутерия, неработающие сотовые телефоны, визитные карточки некоего жителя Москвы. Выходцы из Тужинского района, сообщает Кировская ОМВД. Как оказалось, клад – аналог капсулы времени, координаты, которые мужчина собирался передать внукам. Имущество будет возвращено владельцу. Экономика. В завершении о валютах. Доллар сегодня 76 рублей 82 копейки. Курс евро 92.29. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 фм.